Добрый день, дорогие подписчики игроманий, с вами Лестер, и мы продолжаем играть в Stalkers of Припяти, и сейчас мы пойдем с вами в гости, и в гости пойдем к Монолитовцу, то есть мне скинули скриншот, где он сидит, Монолитовца можно найти вот здесь, вот на болотах, вот тут его отряд, и можно поговорить, и один, собственно, к нам присоединиться, поэтому почему бы не пойти, не поговорить, не побрататься, не предложить присоединиться к моей компании, к походу в Припяти, и, собственно, потом уже тогда в следующей части можно будет отправляться в Припяти. Припять, серьезно? У меня отряд вполне хватит, то есть он у меня укомплектован вполне неплохо, давайте еще тайникан тут разворуем, чувачок поставил тут, тайник, думаю, я не найду, сука, хитрая, все, как раз, я так полагаю, тайник мне показали, потому что я на охоте себя хорошо проявил, чувак, ты скидывал мне координаты тайника? Дегтярех устал слегка у нас, какой вес у нас? 246 килограмм, нет, ни хрена вообще, палка колбасы лежит, с собой пожует и успокоится, нормально будет. Так, тайникан у нас вот тут. Что, сейчас в клиничку продвинемся, все, не беги, спокойненько иди, лежать уже незачем тут вроде, это кто такой? Друзья, зомби, по-моему, сидят. А гранат у меня есть, а гранат у меня нет. Ну ладно, давайте сейчас тогда. Друзья, химеры предлагают убивать, ну что ж, это дело Гожи. Так, друзья, зомбиры расчегарятся, поглядите как. Все, сейчас, сейчас сложу их. Все, повалили. Все, добили. Так, тут еще встали два зомбира, но тут блатные, убить меня хотел. Фу-ка, давай съем за это у тебя все. Так, колбаса, наверное, в зомбаре вкусная, наверняка. Хавали. У вас что-то... То есть дробовик в землю, в рост, вот даже подобрать нельзя. Ну ладно. Что ж теперь, давайте, аптечка это делала. Аптечка нужна. Берем рюкзак, все. Молодярки. И сейчас тайникан тут разворуем под мостом. Угу, ты ее. Хорошо. Таник найден, все это. Ну, друзья, дробовик мне вообще не нужен. Я его выкину, с вашего позволения, потому что пользоваться ими я точно не был. Гранату подобрал, хорошо. Все. Давайте F5. И отправляемся, собственно, вниз. Так, это задание бункера ученых здесь находится. Мне надо идти вниз, вот в эту сторону, я так полагаю. Просто вниз, чтобы встретиться с монолитерсами. Там всем уже поговорить, предложить одному из них присоединиться ко мне в команду. У меня сейчас еще аваст вылез, сука. У меня игра открыта в окне, а теперь аваст табличка вылезла сбоку. Я теперь не вижу ни индикаторов, патронов, ни здоровья, ничего. О, сука. Показать доступное обновление предлагает. А все, наконец-то улезла эта табличка. А там, а скажешь, антивирус? Ну, нормальный, но... Блин, все эти вот его всплывающие окна обновления так капают на мозги просто невозможно. Хотя я, кстати, знаю, знаете, что забавно? Я знаю, как... То, что можно в настройках все эти всплывающие окна отключить, выбрать там настройки, чтобы там через, там, 10 секунд все эти всплывающие окна пропадали и так далее. Но мне так лень лезть, да. Хочу смотреть, разбираться. Так, зеркал волхвов туда. Не надо. Мне прямой наводочек, я думаю, смогу, что ли, пройти? Интересно. Низ. Так, хорошо. Вроде никто на меня не лезет. Драться со мной здесь никто не планирует. Главное, чтобы еще в заборе дырочка оказалась. Вот она есть. Все, сможем выйти спокойненько. Да, отлично. Теперь, ну-ка. Все. Почти, почти добрались на монолитовцы. Можно прям по дороге вниз шляпать и их встретим. Но, знаете, вот там, вижу, стоит грузовичок. Я, пожалуй, тогда вот так вот аккуратненько обойду, потому что нечего лезть на грузовик. В том плане, потому что там радиация. Сейчас опять воду, потом пить. Так уже у меня, я так полагаю, сколько я водки здесь на зоне выпил, пока здесь нахожусь. У меня Дегтярев уже алкоголиком конкретным стал, которому водяру минимум надо по одной в день хлыстать, чтобы себя спокойно, нормально чувствовать. Так, где тут монолитовцы сидят? Да, вот, все появляется, появляется, вижу, на индикаторе. Братаны. Все, вот они, вот отряд как раз. Давайте сейчас... Ух ты, а радиот, ну... Так, давай, сейчас подойдем, поговорим с тобой. Как не крути нам конец? Давай, здравствуй, ты не мог бы нам помочь? Чем? Понимаешь, мы не знаем, как здесь оказались. Я помню, кажется, помню, мы были отрядом группировки Монолит. Наша цель была прорыв в центру зоны. Там должен находиться Монолит, который принес нам просто такие новые жизни. Я помню, как дошли к ЧС, но дальше нет, одни обрывки. Помню, яркий свет, холод, холод космос, ясный голос, и они говорили. И все было понятно, и все было просто, и так правильно. Но теперь я не знаю, как он... Не знаю, что он приказывал, насколько лет, просто пропали несколько лет. С остальными также мы не знаем, что делать. Необходимо, кажется, укрытие от выброса и от мутантов, да? Да, ты можешь подсказать, где мы смогли бы укрыться? Надо найти людей. Давайте, могу показать на карте. Так, типа, можешь поговорить с тобой? Примут нас. Все, короче, поговорим. Выживший Монолит, поговорить с обитателями Енова насчет укрытия. Отлично. Сейчас поговорим. Сейчас все решим. Не ссыти. Плюс еще зайти утрясти дела насчет Химеры с чертильником тем. Типа, че, и как, че? Ух ты. Подождите-то. Это че такое? Ты че? Это че? А, ну все понятно. Можешь спокойно выйти просто к этому. Друзья, черт, у меня чувак устает бежать только так. Он же там майор или кто он, полковник. Он давно уже должен был привыкнуть вот так вот передвигаться по зоню. Причем по зоне даже городского типа. Я думаю, если вы поняли, о чем я. А не чернобыльской. Давай, дружок, беги, беги, беги. Давай, перебежечками таким будем следовать. Ну, видите, еще совсем чуть-чуть осталось. Хорошо, быстренько двигаемся. Ну, друзья, тем не менее, у меня даже страница на медленном каком-то... Короче, у меня на телефоне страницы в интернете, то быстрее открываются. У меня интернет там не самый быстрый. Сейчас почему-то стал. Было 4G обычно, а сейчас что-то так. Аж. Как будто весь трафик уже просрал. Целый гик. Что-то эта херня летает и летает туда-сюда. Смотрите, аномалия-то. Вот и не имется, носятся целыми днями. Вы знаете, как... Это аномалия... Вот упорство этой аномалии вот туда-сюда носиться нужно передать толстым женщинам, которые хотят похудеть. Просто моментально бы побегали вот так вот недельку без передышки от одного вагона к другому в поезде. И все. Что ж. Все, почти прибыли. Сейчас, знаете, как? Вот так вот полностью восстановится полоска выносливости и побежим. И вот я надеюсь, у меня целый полоски хватит прямо до конца. Ну-ка. Ну давай, чувак, покажи, какой ты классный майор. То есть то, что у тебя сил хватит по-любому пробежать. Давай. Чувак. Чуть-чуть не добежал. Вы посмотрите на него. Вот петух. Ладно, давай сюда. Все, вплотную. С оружием на свежем воздухе. Окей. Так. С кем-то говорить-то по поводу монолитовцев? Шнюш, с тобой. Так, не дав встретил группу монолитовцев. Я не воевал, я тебе оказался мирным, ребята. Вот этот номер, но к сталкерам все равно нельзя. Те, кто привычки любые. Так, попробуй поговорить с Локи в комбинезон свободы. Их никто не трогает. Все хорошо. Где тут свободу у вас? Что скажешь, брат? Я смотрю. Так, это не тот. Вот он, Локи. А, здравствуй, мэн. Так, хотя свободу. Так, эти мирные. Ну, блин. Давай тогда к долгу сходим. Просто поговорим, типа, чё, чё, по чём, чё и как. Примя в долг их. Здравствуй, чёрт. Ух ты, как сел ты. По какому делу? Дрочил, что ли, у стены там? Так, встретил. Ну-ка, а может, пару бойцов даст? Так, зато я встретил. Так, что значит большие, бывшие? Они бывшие, не бывают монолитовцев. Он и есть монолитовец, короче, или мёртвый. Бывших ещё ни разу не встречал. Зато я встретил. Похоже, они были под контролем. Не помню, что было под ними. Так. Не проявляют агрессии. Это хорошо. Вообще, конечно, нашёл бы им дело. Но уверенности на них ещё-то у меня пока взяться нет. Ты можешь за них поручиться? Да, уверен. Всё. Ну, смотри, теперь они подведут, отольются тебе. Сейчас ситуация такая, что сами на Янове они не дойдут. Бери ребят, проведёшь их к монолитовцу. Всё, я готов провести монолитовцу. Так. Добро, с тобой пойдут двое. Хорошо. Ну, кушать уже хочу. Ну, игрок. Давайте-ка. Ну, ещё будете сейчас базарить? Стройся! Что-то я здесь сказал, стройся и все уходить стали. Так, ну. А сейчас все встанут, пока ещё постоят, посмотрим. Смотрите, все в ряд встали. Вот, умеете, когда хотите. Ну, будем принимать присягу. Главное, чтобы никто не напал левой. Клянётесь служить делу долгой верой и правдой. Защищать человечество от агрессии зоны и всегда следовать уставу. Клянёмся. Клянёмся. Тихий. Бойцы. Тихий, Фома. Бродяга. Бродяга. Морж. За мной. Герб. Герб. И, короче, не успел прочитать, чувак останется безымянным. Смотрите, мне костюм, защиту передали. Неплохо. Так, ну-ка, давай-ка, что собираюсь сделать дальше? Хорошо, мне не по пути. Погоди. По всем вопросам, командир. По всеми вопросами, командиру. Ну, здорово. Так, броня. Спасибо, что ты говоришь с долгом. Вот, наверное, командир пошёл. Стой, 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 чертильник. Охот, пошли со мной. Хотел пойти с тобой, мне нужно выяснить, что с нами произошло. Сейчас не могу, прости, не могу бросить здесь своих ребят. Они наверняка не захотят здесь перепить. Они слишком много пережили. А, ну ладно. Потом сейчас переговорим. А ты меня доведёшь тогда? Что с... Так. Хорошо, мне пошли сразу тогда. Туда. Там уже потом на Литовсе придут. С ними поговорим. Сейчас на Литовсе... Ну-ка. Так. Ну-ка, как... Давайте, как раз всех чуваков привели. Отлично, видите, новые бойцы встали. Ну-ка, давай-ка. Всё, перепить, поговорить с бродягой о защитном костюме. Всё, это не проблема есть. Всё, пойдём к Зулусу, пойдём. Всё, отлично, друзья. С чем пожаловал? Слушаю тебя. Как с чем? Вот чувак пришёл. Всё, отлично. Так, не думал, что они бывают бывшими. Ну ладно, глянем, как он себя поведёт. Всё, друзья. Сейчас, короче, знаете, как сделано? Получится, лидер. Всё, я всех собрал, в общем. Весь отряд полный. Давайте, у меня какие статистика. Столкнулись. Ваш лидерский наг повышает шанс команды на выживание. Отлично, хорошо. Команды на выживание. Ладно. Сейчас ещё посмотрим, что у меня там в тайник положили. Долговцы. Плюс, друзья, с этим на химеру поохотимся, с чертом. Теперь можно достать оружие. Да это и не нужно. Здесь пока мирно. Всё хорошо. Всё, друзья. В следующей части, я думаю, уже пойдём через этот путь провод. Путь провод. Путь провод. И так далее. Будем там продвигаться, выживать. Так, с химерой сейчас поговорим, чувак, насчёт химерки. А, вот, смотрите, как раз комбинезончик такой не кислый положил, но он хуже всем. Хуже того, что у меня здесь есть. Ладно, засадимся и насчёт химеры поговорим, братан. Здоров. Да, всё. Ну что ж, отлично, какой кадр? Сволочь, видел её под вечер, направился она в сторону вентиляционной комнаты. Химера хищный, ночной территориальный. Так что, надо понимать, шла она к своим постоянным угодням. Получается, в ночное время её можно будет накрыть именно там. Хотя, так. Пуха не пирать тебе. Ночью, значит, химеру пойдём брать. Так, смотрите, друзья. Охота уничтожить химеру. Вечером. Сейчас 17.58, давайте часик 4 поспим. Знаете, как раз, давайте до полуночи спать. Интересный выброс произошёл. Да, в зоне недавно произошёл выброс. Отлично. Так, что у меня покушать есть? А нихрена у меня нету. Так, всё, ладно, пойдём химерку выслеживать. Подходи, брат, у меня... Не ссы, сейчас, сейчас подойдём. Значит, дай-ка мне колбасочки консервов на 143 рубля. Всё, опять. Ты заглядывай, тут весело бывает. Так, и у нас, друзья... Как раз где химера? А да, вот вниз, 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 вниз. Вот она, как раз ночью пойдём выслеживать химеру, разберёмся без проблем, убьём её. Думаю, будет отлично. Аккуратненько, спокойненько. Прямо по шпалам пойдём. То есть, сейчас железная дорога нам путь сопровождает. Ой, какой-то кабель, не хочу я по нему переходить. Больно напряжно. Давайте. Дрыгаем. Слушайте, друзья, это кто такие там? Юрик, вертолёт. Не хочу сейчас зомби пока связаться, друзья, не ночью. Был прибор ночного видения, без проблем бы сейчас включил бы и... Двинулись на них. А вот так вот как-то не хочется, знаете, в темноте идти, и там хер ее просышь, увидишь. Сейчас спокойненько, по-нормальному. Ну, пройдём. У меня энергетики есть какие-нибудь? Нет. Ну и ладно. И без Red Bull справлюсь. Чуть-чуть как раз проследуем и химерку убьём. Друзьяшки какие-то наши там сидят. Это, я так полагаю, кто? Как раз два чувака делись долго. Оружие спрячь. Да ладно, спрячьте оружие, не хочу прятать. Спокойно сейчас обойдём. Тут у нас всё, чуть-чуть осталось прям совсем идти. Сейвимся, click save. И отправимся вперёд. Тоже, друзья, с химерой воевать тяжко будет. Особенно при таких раскладах. Но ничего, я надеюсь, там сейчас меня чувак-то встретит, проконтролирует, и вместе с ним справимся. Так, чуть-чуть, сейчас почти добрались. Всё, ждём. На перекрёстке двух дорог химера сидит. Сейчас как раз мы с чертильником встретимся. Ну и где он? Чё-то я не понял, и чё? Вау. Погоди-ка, погоди-ка, стой, 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 драться. Так. Ничего себе химера. Ладно, так. Давайте перезагрузимся. Я к этому готов. Да, друзья, я готов к такому повороту. Событий не был. Ну-ка, давай-ка сейчас заново. Даже кошка у меня на подоконнике вскочила. Такая, типа, чё за дела? У меня химера сейчас, знаете, издали увидеть. Она-то меня видит, но у меня прибора ночного виде нет. В общем, проблема. Слушайте, а тут должна быть лестница, наверняка, чтобы вверх подниматься. Так, а чё за... Понятно. Я сюда не хочу идти. Ну что ж ты... Ну что ж ты... Чувак, ты... Друзья, вообще просто всё переклинилось. Неудобно. Очень-очень неудобно против химера воевать. Поверживать к этому... Кинотеатру. Это, по-моему, было в чистом небе. И там она как раз сидела возле... Как там, на сцене она, по-моему, как раз и сидела. А тут по-другому. Всё, видали? Тоже мне химеру надо уничтожать. Прыгать только так, чертила. У меня аптечек полно. Так, смотри, тут и на лестницу нигде не залезешь. А вот тут, по-моему, можно. Чёрт. Ну-ка, давайте заберёмся-ка. Всё так и будем воевать сверху. А чё остаётся-то? Так, давай-ка, подбегай-ка ко мне. Или она уйдёт сейчас. Тоже, друзья, хотя бы... Хотя бы чуть-чуть подбили её. Ну же, сука. И чё, и где-то... И где ты? Так, ну же, чертила. Твою мать. Неужели химера убежал? Да не поверю в жизнь. Воу-воу-воу, беги... Да беги ты, сука! Ну, прикиньте, чувак вообще отказывается бежать. Его надо долбить на шифт только так. Так. Ну, где ж ты, моя ненаглядная? Где? Химера. Такой чувак просто тупой. Тормозная. Знаете, жмёшь шифт. Ну, как из-под палки начинает бежать. Нормально. Ё-моё! Чёрт, чё ж с оружием-то случилось? Беги, сука! Беги ты, мудак! Чувак, им вообще не борется, не убегает, ничего, ничего ему не надо. Чёрт! Собачий сын! Так, а теперь его контачить начинает потихоньку, понятно. Ты же мне, сука! Жмёшь шифт, не бежит. Причём, не сразу начинает бежать. Несколько раз только нажимаешь, потом только стартует. Всё, беги! Да, мудак, ты беги! Идёт как бедный родственник, сука! Давай, она там где-то, сука! Ну, сколько же мне дамаги надо садить? Просто с ума садишь убивать. Но! Ненаглядная моя! Чё, два часа ночи, нам с тобой ещё долго плясать. Плохо прибора, наверное, в видении нету. Паскуда! Скотская тварь! Химера, мать твою! Чё, она ушла, что ли, вообще? Обиделась или что? Друзья, я чё-то не понял шутки. Где эта тварь? Ну же, мудак, ска, отребья. Чё, по-моему, химилалка слилась. Серьёзно. Ну, ночной хищник, но время два часа. Ночи. Нет, ещё не утро даже. Может, нас застрял где-то, или провалил сквозь землю, не может. Мечные начались, убежала. Чё-то не понял я. Веселье. Это, типа, в теории мне хотят намекнуть, что мне сейчас придётся возвращаться обратно. К этому, короче, на затон, или как это, пора же называть, где у меня сидит мой отряд. Опять спать всю ночь. И потом опять сюда, к полуночи, прибегать её до двух ночи, пытаться убить, что ли? Так, что ли? А пососать вам не завернуть, друзья? Хитрые какие. Чуваки, реально всё, нету химеры. Типа, светать начинает, и ночной хищник вздынькнулся. Ну-ка, такая параша не пойдёт. Ну-ка, так, последнее сохранение. Сейчас мне... Давай-ка, как раз. Ночной хищник. Недоделанный. Ну-ка, сейчас аккуратненько обойдём. Ну где же ты, моя ненаглядная? Прицел, сука, смотрите, красным не становится. Ну и, сука. Вау! Передвигайся быстрее, чертильник. Смотрите, как прыгать-то? Тебе в цирке надо выступать. Давай! Всё! Сука! Смерть химеры. Вот так вот. Всё, победил. Молодчинка. Кто стоял, ходил, искал. Я ещё тут сколько? Сейчас спокойненько дойдём. Так и так, чувак. Химеры больше нет. Завалили. Я король дорог тут. Охренеть. Патрон в 70 пришлось на неё потратить. Тоже жопа жопная. Ну, ничего, главное, справились. Как раз вон тебе два чувака стоят из долга. Так. Сейчас поглядим, пройдём сквозь. Дороги по железным дорогам пройдём. Глядим, чё почём. Окей, сейчас. Сейчас на двух этих как раз зомби наткнёмся, убьём, если что. А нет, они немножко в стороне стоят. Вот там было сейчас видно, слева на радаре появились они. Значит, друзья, не судьба нам с вами с ними столкнуться. Спокойненько уже дойдём тогда. Расскажем про смерть Химеры. И на этом, в принципе, я думаю, закончим. Потом же в следующей части мы с вами отправимся в Припять. Через вот этот газоразрядный парашник. Где там костюмы как раз и понадобятся с этой защитой химической. Ну, ничего страшного. Я думаю, протянем там нормально уж. Во всяком случае, я-то не сдохну. А если уж там, конечно, хорошо, что все товарищи живые дошли. Нормальненько будет так, но не удастся, не удастся всех в живых оставить. А потом, когда монолитовцы засядут, в углу высунутся, я помню, там жопный момент просто будет. Придётся как-то там справляться, выживать. Так, давай, чувак, сейчас тебя... Сейчас удивлять буду, где он там, охотник херов. Рассейвимся. Здравствуй. Здоров. Ну, здорово. Всё. 10 косарей, предмет, хищник. Ну, всё, давай. Пока. Охотник на мутантов достижения. Ну-ка, давайте. Что там за эти достижения дают? Сталкеры стали лучше к вам относиться, чтобы хоть как-то отблагодарить вас. Они время от времени оставляют патрон в вашем личном ящике на станции Енов. Отлично. И мне ещё дали вот этого хищника, дробовика, который мне нахрен не упал, я его потом продам. Ну, что ж, друзья, до новых встреч. С вами был Эстер. Подписывайтесь на канал Игромании. Вот так вот прохождение сталкера развивается вполне неплохо. Пока.